В эфире выпуск целевого прогноза. Наим Азлом и Эва Трейд сегодня со мной на линии для обсуждения пары евро-доллар. Пару дней назад Джанет Йеллен заявила, что ФРС не собирается спешить с повышением процентных ставок. Как это повлияло на курс евро к доллару? Какой уровень этой пары прогнозируется через месяц? Заявление Джанет Йеллен привело к большой волатильности по паре евро-доллар. Изначально мы наблюдали масштабную распродажу евро, но после того, как стало ясно, что повышение процентной ставки не состоится еще в течение нескольких заседаний, курс евро-доллар моментально скорректировался и достиг отметки 1,13. Но, возможно, госпожа Йеллен изменит свое решение после оглашения отчета по занятости в следующем месяце. Наим, через три месяца вы считаете, курс евро-доллар упадет до отметки 1,1. А через полгода достигнет отметки 1,08. Но к концу года снова немного вырастет до уровня 1,10, что же приведет к росту евро через 12 месяцев. Дело в том, что когда программа количественного смягчения двумя центробанками внедряется по-разному и в разное время, это приводит к диссонансу. Мы считаем, что ФРС поднимет процентные ставки через 2-3 заседания. Сперва центробанк намекнет на это действие, посмотрит на реакцию рынка. А тем временем ЕЦБ будет в процессе программы количественного смягчения. Это приведет к падению курса евро-доллар. Но это в конечном итоге простимулирует рост еврозоне, что снова придет к росту курса евро к доллару до отметки 1,10. Наим, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, оставайтесь только в Коскопе ТВ.